ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пассажиры с коронавирусом обнаружили на борту самолета. Во время полета пассажир с места 25 дней обращался с повышенной температурой и жалобами на затрудненное дыхание. Как прошли очередные учения в аэропорту? Был прокат под угрозой срыва. Опять будем бороться, бодаться с ним. Я не знаю, что делать. Почему остров Татышев не может определиться с процедурой проведения конкурса? За парки и скверы ответит новое подразделение мэрии. Почему прошлое не устроило чиновников? И что изменится? Еще 4 случая заражения новым коронавирусом в Красноярске пока не подтверждены. В эти минуты специалисты Роспотребнадзора заседают на специальном штабе, где станет известен точный диагноз. Напомню, что все заболевшие сейчас находятся в БСМП в отдельных палатах. За ними тщательно присматривают врачи. Ранее один из пациентов сообщил, что лечат заболевших противовирусными препаратами. Итога в Красноярске может быть уже 5 человек с коронавирусом. В центре «Вектор» сообщили, они приступили к испытаниям новой вакцины. Есть 13 вариантов лечения этой болезни. Препараты испытают на животных и два самых безопасных планируют представить уже в июне. Между тем, пройти тест на коронавирус скоро смогут все россияне. Одна из частных компаний запустит платные тесты. Ждать результатов из Новосибирска не придется. Правда, пока у медиков нет разрешения на выполнение тестов, отмашку должны дать на уровне Минздрава и Роспотребнадзора. По примерным оценкам, сдавать анализ на коронавирус можно будет примерно через месяц. Цена за услугу пока не ясна. Мы зафиксировали всплеск интереса с первых дней сообщений о заболеваниях Китая. Это была середина, где-то вторая половина января. Нам стали звонить, стали писать, стали обращаться в колл-центр. Но и сейчас, конечно, таких сообщений тоже очень много. А в сети появляется все больше фейков о коронавирусе. Так, в Вайбере красноярцам стала приходить рассылка о том, что началась обязательная дезинфекция квартир. Якобы в доме зафиксирован случай заболевания, и собственники обязаны пустить на свою жилплощадь людей в масках. Министерство здравоохранения предупреждает, это неправда. Никаких услуг на дому специалисты не оказывают. Ни бесплатно, ни за отдельную плату. Есть риск, что мошенники вынесут из квартиры ценные вещи. Напомню, до этого сообщалось о вертолете, который будет распылять над городом дезинфицирующие растворы. Это тоже оказалось ложью. А в Амурской области будут судить женщину, которая распространяла информацию о большом количестве заболевших в этом регионе. Ей грозит штраф до 100 тысяч рублей. К слову, тем, кто попал под уголовное преследование, в том числе и за мошенничество, придется ждать приговора дольше. Суды в Красноярске ушли на карантин. Решение принял Верховный суд. Двери для посетителей будут закрыты до 10 апреля. Людям рекомендуют подавать документы через интернет-приемные, а на личные встречи не приходить. Судьи обязаны изолироваться при малейших признаках заболевания. Рассматривать обещают только срочные дела, например, избирать или продлять меры пресечения. Все остальные заседания перенесены. Пассажира с признаками опасного заболевания обнаружили сегодня на борту одного из Боингов. По такой легенде, сегодня прошли учения в Красноярском аэропорту. Уже третий – с начала объявления пандемии. Как должны действовать службы в этом случае, расскажет Альфия Еремеева. Во время полета пассажир с места 25 дней в расчете с повышенной температурами и жалобами на затрудненное дыхание. Первое, что нужно сделать в такой ситуации – изолировать пассажира. Девушку пересаживают на последний ряд в салоне самолета. После приземления ее выводят отдельно от всех. Сразу же дают маску и не разрешают контактировать с другими. В самолете тем временем полным ходом идет дезинфекция. Этот борт должен отправиться дальше по маршруту. И здоровью других пассажиров ничто не должно угрожать. Для этого специальные службы отбирают смывы, чтобы оценить, насколько качественно проделана работа. Всего в учениях отрабатывают взаимодействие больше 15 служб. Кроме работников разных подразделений аэропорта – это медики и Роспотребнадзор. Важна точность действий, в первую очередь. Поэтому предшествие этим учениям – это, безусловно, разработка инструкций для каждого участника, для каждой службы, которая принимает участие в обслуживании воздушного судна и пассажиров, которые на нем. Если все произойдет на самом деле, то такого пассажира повезут в инфекционное отделение ближайшего к аэропорту лечебного заведения. Это Емельяновская районная больница. Для этого у медиков есть даже специальная биокапсула. Она нужна для тяжелых пациентов. У тех, кто был на борту вместе с носителем вируса, прямо на взлетно-посадочной полосе возьмут анализы, а после отправят на карантин. У нас имеется три санатория, куда будут помещены на карантин на две недели все пациенты. Они будут все обследованы, у них заберут все пробы биологические на инфекцию. И уже в зависимости от их результатов уже либо лечение, либо просто карантин. Оценку этим учениям руководство служб поставит позже. Сейчас ситуация в мире с коронавирусом сложная. Не исключено, что такие проверки в усиленном формате будут проходить еще. А пока в Красноярском аэропорту количество рейсов сократилось в среднем до 30 в день. В основном это внутренние линии. Кроме Таиланда, других международных вылетов нет. К теме коронавируса мы еще вернемся во второй части нашего выпуска. А если у вас есть свои новости, присылайте их нам на Viber или WhatsApp седьмого канала. Номер телефона 8 391 29333. Пишите нам, и мы постараемся помочь. А пока к другим темам. Доллар подорожал до 80 рублей. Это рекорд валюты с 2016 года. А евро до 86. Все из-за того, что этой ночью мировые цены на нефть марки Brent опустились до 25 долларов за баррель. Последний раз черное золото так дешевело 17 лет назад, в 2003. Напомню, мировой валютный кризис начался из-за того, что Россия вышла из нефтяного соглашения ОПЕК+, а также из-за коронавируса. Чтобы уберечь компании от банкротства, власти Германии предоставляют бизнесменам неограниченный кредит. Министерство финансов США планирует раздать американцам 500 миллиардов долларов наличными. В Италии и Чехии людям разрешили не платить потребительские кредиты и ипотеку, а французов освободили от платы за ЖКХ. В России премьер-министр Михаил Мишустин дал послабление малому бизнесу. Всех предпринимателей освобождают от уплаты страховых взносов. А тех, кто арендует гос- или муниципальные площади, еще и от аренды. Федеральные экономисты говорят, российскому населению вряд ли стоит ждать послаблений. Будут поддерживать, как обычно, индустриальные отрасли, которые сейчас будут ощущать потолок спроса очень сильно. Автопром посыпется, это тоже абсолютно понятно. А вот как будут помогать авиакомпаниям, потому что там очень тяжелая ситуация. Насчет того, что людям раздадут денег, чтобы кредиты можно было погасить, как-то я слабо в это верю. А теперь отвлечемся от новостей о коронавирусе. В велопрокатный сезон на острове Татышев на грани срыва. По мнению частных предпринимателей, дирекция острова намеренно затягивает с датой проведения торгов. Напомним, в прошлом году конкурс так и не состоялся, а закончилась история. О чередой скандалов и вмешательством УФАС. Подробности у Дениса Денисова. Анатолий мастер спорта по маунтинбайку или горному велосипеду. Он уже несколько лет зарабатывает прокатом на острове Татышев. И хорошо знает не только то, как работает бизнес. Мужчина сам может починить любой велосипед. 31 марта у него по договору заканчивается возможность арендовать место. Заканчивается зимний сезон. Говорит, понимания, как будут работать летом, до сих пор нет. Но опять будет то же самое. То есть им всегда дается год. Они уже с той процедуры, буквально с того аукциона, с того сезона, прошел уже год. И они до сих пор не придумали, как сделать аукцион от Атышева, как нас разместить. Ну какие, опять такие же, что ничего не будет. Опять будем бороться, бодаться с ними. Я не знаю, что делать вообще. То есть ситуация вообще непонятная. В прошлом году конкурс на размещение велопроката так и не состоялся. Сначала планировалось, что предприниматели подадут заявки онлайн. Но база зависла. Пришлось стоять в живой очереди. Заявление приняли только у первых 15 человек. Уфас выдало острову Татышев предписание о нарушении закона о конкуренции. Тем временем на острове заработал муниципальный прокат. Много вопросов участников тогда было к руководителю Центра реализации социальных проектов Максиму Бархатову. Многие стали сдавать велосипеды, не имея на руках документов. Не стоит забывать о том, что отчасти именно благодаря предпринимателям остров Татышев стал таким, каким его мы все любим. Именно бизнесмены почувствовали и поддерживали споск красноярцев на активный отдых. Ну а теперь они опасаются того, что их завоеваниями будет пользоваться монополист. Я думаю, для населения это будет значить ухудшение качества услуги. Так как предприниматели, они работают на себя, и предпринимателей много на острове Татышев. Соответственно, они заинтересованы в своей прибыли и в повышении качества предлагаемых услуг. Это постоянно обновляемый инвентарь, велосипеды, веломобили и так далее. Если останется один оператор, это будет монополия. И речь о качестве, наверное, там уже будет такой, как у предпринимателей не может. За этот год Максим Бархатов успел оказаться в центре еще нескольких скандалов, в том числе связанных с вырубкой деревьев на острове. Городские депутаты даже предлагали его уволить, но недавно он сам ушел с должности и сейчас занимает место заместителя. Это подтвердили в городской администрации. Предприниматели считают, порядка на острове нет и опасаются, что конкурс на аренду мест сорвется и в этом году. Дирекции же парируют, уже прорабатывают новые механизмы. У фаз предписания, скажем так, ну, выдали в том году, что нужно вот именно проводить на конкурсной основе, выбирать предпринимателей, которые будут оказывать услуги велопроката. Мы внесли изменения в регламент предоставления платных услуг МАУЦ РСП. И теперь только с помощью конкурсных процедур будем проводить. Дат пока не называют, но обещают, скоро объявят о конкурсе на своем сайте. Предприниматели рассчитывают, что смогут выйти на работу уже в мае. Денис Денисов, Лесенкевич, Седьмой канал. Обновленные скверы, парки и набережные перейдут под управление новой организацией Красгорпарк. Учреждение займется их обслуживанием и организацией там различных мероприятий. Напомню, раньше за содержание общественных пространств отвечал Центр реализации спортивных проектов, но планы поменялись. ЦРСП продолжит развивать городские острова. Сергей Рюмин пояснил, это сделано, чтобы снизить нагрузку на учреждения. Пространство появилось уже, у нас практически 50 новых обновленных пространств. И в этом году еще будем 20 пространств делать. Следующий год порядка 20 пространств. И мы вот это будем раскачивать. Поэтому вот этим активом надо уже начинать нас качественно управлять. Водные горки, уникальные аттракционы и собственная подстанция. Журналистам показали, как идет строительство первого в Красноярске аквапарка «Экватория». О ценах на билеты и масштабах строительства расскажем в сюжете далее. Вот сам шар. Мокрый шар или мокрый пузырь. Это вот это, вот оно, вот здесь у меня. Это вот оно, вот его размер, чтобы можно было посмотреть. Так выглядит будущий аттракцион «Мокрый шар». Подобного сейчас нет ни в одном крытом аквапарке России. Всего в «Экватории» установят больше 15 водных горок и аттракционов. Среди них экстремальная горка «Королевская кобра». Ее в крытом аквапарке также установят впервые. Помимо этого на площади комплекса разместят детскую зону с игровым городком, бани, сауны и бассейны. Инвесторы уверяют, несмотря на обилие развлечений, цены на билеты будут приемлемыми для посетителей. Мы вот совсем недавно закончили этот анализ, подходим уже к бизнес-плану, к детальному подсчету. Но я думаю, что если считать в сегодняшнем уровне цен, это не превысит 2000 рублей на человека. Но это, я говорю, это в пиковые дни, это в самые загруженные дни, это в выходные дни. Когда мы будем говорить о рабочих днях, конечно, эта цифра будет намного ниже. Билетная система почти как в Диснейленде. Платишь один раз, свободно посещаешь все водные горки и аттракционы. Общая площадь комплекса – 77 тысяч квадратных метров. Для сравнения, аэропорт Емельянова – 50 тысяч, а территория Новосибирского аквапарка – ни того 40. Первый этап строительства аквапарка инвесторы обещают завершить в 2022 году. Полная сдача объекта в 2024. Активные работы по строительству аквапарка начали в ноябре 2019 года. Сейчас здесь ведется забивка свай. На данный момент забили почти 850. Общее количество – больше 7,5 тысяч. Также для работы аквапарка начали строить отдельную подстанцию. Она обеспечит электричеством весь комплекс. Ее мощности, по словам мэра Сергея Еремина, хватит на половину микрорайона. Также глава города отметил – посещай территорию будущего аквапарка каждые 2-3 месяца. Этот объект пристального внимания, я считаю, что это один из объектов, который очень серьезно продвигает Красноярск по сравнению с другими городами вперед. Это одно из наших преимуществ и компенсация тех дефицитов пользовательских, потребительских, которые у нас на территории города имеются. Красноярский аквапарк станет самым большим подобным сооружением в Сибири. В строительство всего комплекса вложили 7 миллиардов рублей. Водные аттракционы смогут принять почти 3000 человек в день. Экватория расположена на пересечении улиц 9 Мая и Шахтеров недалеко от Арены Север. Виктор Бородин, Сергей Раков, 7 канал. Красноярские перевозчики начинают борьбу с китайской инфекцией. Кто будет следить за этим, расскажем во второй части выпуска. А прямо сейчас – короткая реклама. Не переключайтесь. Размещайте сбережения в КПК «Совет» под 10,8% годовых. Подробности на kpk.defisovet.ru и в отделениях организации. Вы можете бесплатно позвонить на горячую линию и получить консультацию по тарифам. Легендарный Севастополь. Город русской славы, где каждый камень, каждый клочок земли пропитаны историей, а возможность искупаться в Черном море можно совмещать с посещением музеев и мемориальных комплексов. Город, который вдохновляет, знает и помнит. Место встречи – Севастополь. Город-герой, где должен побывать каждый. Прикоснись к истории. Мам, я бургер хочу. Мам, хот-дог хочу. А мне горячий шоколад. Ну, мам! На автозаправках «Красноярскнефтепродукт» можно купить вкуснейшие бургеры, хот-доги, круассаны, горячий шоколад, бодрящий кофе и многое другое. «Красноярскнефтепродукт». Заправил авто? Заправься сам. Только нужные скидки в «Командоре» и «Аллее». «Апельсины египетские». Один килограмм за 69,99 по карте «Копилка» до 25 марта. Вы настоящие? Сколько денег утекло из страны за это время? Поэтому за репост срок? Как тебе такое, Илон Маск? Когда вы были молоды, вы на кого ходили походить? А дети ваши? Смотрели сериал «Слуга народа»? Есть вероятность, что вы говорите, Зеленская? То, что мы теперь не друзья с Украиной, это потеря для нас. У вас есть ощущение, что нас хотят отнять победу? Какое отношение к тому, что вас не называют царем? Не хочется уехать после этого империя в солнечный Магадан? Мы с кем воевать собираемся? Сильно изменимся? Личная потеря за 20 лет. Устанавливаем навсегда? На 6% проиндексируют пенсии уже с 1 апреля. Правительство России подписало соответствующее постановление. Индексация коснется 4 миллионов человек. Минтруд выделит на увеличение. Выплат почти 22 миллиарда рублей. О других новостях в двух словах расскажем далее. Продолжение следует... ...казал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Всему виной коронавирус. Напомню, сейчас в России и мире отменены все массовые мероприятия, в том числе Евровидение. Музеи в Красноярском крае тоже закрыли свои двери. Приказ о приостановлении выставочной деятельности подписал министр культуры нашего региона. Нет ничего важнее здоровья горожан. Так прокомментировали закрытие сотрудники Краеведческого музея. Он, к слову, работает до вечера четверга. Красочная арка с подсветкой, посвященная 75-летию победы в Великой Отечественной войне, появится на въезде на Копыловский мост. Об этом сообщили в мэрии. Это подарок ветеранам и жителям района от предпринимателей. Музыка. Перевозчиков обязали более тщательно дезинфицировать салоны общественного транспорта. В мэрии обещают будут проверять соблюдение правил в ежедневных рейдах. Один из таких прошел сегодня на улице Березина. Юлия Рядчикова с подробностями. Брызги антисептика летят во все стороны. Троллейбус готовят к следующему рейсу. В конце февраля, после того, как коронавирус разгулялся по всему миру, власти рекомендовали всем перевозчикам проводить ежедневную дезинфекцию всех открытых деталей салона. Не менее двух раз в сутки. А после того, как вирус добрался до Красноярска, администрация города решила контролировать процесс тщательнее. С сегодняшнего дня мы начинаем усиливать меры по контролю за исполнением рекомендаций. С утра мы уже были на конечном остановочном пункте ЛДК. И в течение недели мы планируем посетить все предприятия, посмотреть, как осуществляется обработка транспортных средств перед рейсом, после рейса. Ну и, соответственно, на конечных пунктах. Это в процессе эксплуатации. Так троллейбусы дважды в день проходят и мойку, и дезинфекцию. Первый раз на выезде, второй во время обеденного пересменка. Обычно обработка из пульверизатора длится 3-5 минут. Но в разгар рабочего дня это невозможно. Автобусы не могут сходить с линии. Вот и приходится кондукторам брать тряпку в руки на каждой конечной станции. Говорят, обрабатывают салоны от 10 до 15 раз за смену. Ряпочки белые, все у нас. Салон завидели, обработаны, вон все. Вон все белоснежное, протирается все. Как у нас только отстой, мы протираем салон постоянно. Пыль же быстро, все это. В первую очередь поручни, вот эти штуки, где пассажиры больше всего берутся, здесь они берутся. То есть, ну, самые те места, где они больше всего руками. У нас очень много народу проходит, поэтому все тщательно протираем, чтобы было чисто. В ход идут и мыльные, и хлорсодержащие, и прочие дезинфицирующие растворы. Кто во что гораст. Иной раствор обходится перевозчику в 1700 рублей за 5 литров. Этого хватит, чтобы в течение 6 дней обработать до 300 автобусов. Но не каждый перевозчик готов тратиться. Еще одна мера – защитные маски на лице кондукторов. Тоже под вопросом. К примеру, в автобусах 56-55 маршрутов, курсирующих от ЖД вокзала до поселка Цементников и Шинного кладбища, в день проезжает от 150 до 400 человек. По предписанию их должен сопровождать кондуктор в маске, чего во время рейда обнаружено не было. Кондукторы оправдываются, маски выдали, но в их эффективность таким потоком граждан мало верится. Дышать через фильтр галочки ради не готовы. Есть еще один фактор, справиться с которым может не каждая дезинфекция. Роспотребнадзор предупреждает, что денежные купюры – рассадник инфекции. Ученые посчитали, что, например, вирус гриппа сохраняется на них около двух недель. Именно поэтому во многих странах деньги печатаются на специальной бумаге с антисептическими свойствами. А в Японии их стирают в стиральной машине. Примечательно, что контроль за процессом дезинфекции, который администрация обязуется проводить ежедневно, не предполагает никаких штрафных санкций. Они не предусмотрены законодательством. То есть вопрос санитарной обработки салонов лежит на совести перевозчиков. Юлия Рядчикова, Владимир Фетисов, Седьмой канал. Жители двора на правобережье отказываются выносить мусор в контейнеры и копят свалку между домов. Подробности после короткой рекламы. Оставайтесь с нами. Только нужные скидки в «Командоре» и «Аллее». Апельсины египетские. 1 килограмм за 69,99 по карте «Копилка» до 25 марта. Это человек наш земляк. Он нас прославил. Ерыгин ли, Сайтиев ли, Суриков, Поздеев. Конечно, если это всемирно известные величины, ну, никто элементы там гордости за твое место никто не убирал. Популярная наука. Локальная история. В четверг в 7.30 и 11.50 вечера на Седьмом. Неприятное соседство. Во дворе дома на Красноярском рабочем регулярно появляется огромная мусорная свалка. Она доставляет неудобства и жильцам, и региональному оператору. Как бороться с недобросовестными жильцами, расскажем в сюжете далее. А летом будут и мухота, и тараканы, и крысы. Все здесь будет. Так жители дома на Красноярском рабочем реагируют на свалку в своем дворе. Раньше на ее месте находилась контейнерная площадка. Мусор туда выносили люди из пяти ближайших домов. В январе этого года старые баки убрали. Новые поставили возле каждого дома. Однако некоторые жители продолжают выбрасывать мусор на привычное для них место. Они бросили, пошли в магазин. Или бросили, пошли на автобусную остановку. Как бы люди за 50 лет этой мусорке уже лет 50 с лишним. Как она была здесь изначально, так она и осталась. Людям удобно. Но они не понимают, что другим жителям этого дома эта мусорка приносит неудобства. Именно по просьбам жителей 71-го дома расформировали контейнерную площадку. Они обращались с этим вопросом в администрацию района. Теперь на прежнее место контейнеры не вернут. В связи с тем, что было проведено благоустройство придомовой территории данных дворов, и данная мусорная стоянка перестала существовать там в принципе. То есть там нет ни контейнеров, установленных на ней, ни какого-то основания, ни ограждения у этой мусорной стоянки. Там сейчас заасфальтирована территория, организован тротуар и газон. Причем у этого газона даже имеется ограждение. Неудобства свалка приносит и региональному оператору. Компании Росттех. Она своими силами вывозит с территории весь скопившийся мусор. Несанкционированная свалка была ликвидирована 6 февраля. Далее также зачищали полностью 11 февраля, 19 февраля. Но как видим, то есть на данный момент несанкционированная свалка продолжает образовываться. Региональный оператор, соответственно, производит вывоз твердокоммунальных отходов с мест, где установлены контейнерные площадки. Контейнерные площадки были перенесены управляющими компаниями, которые обслуживают данные многоквартирные дома. Многие жители считают, что за организацию таких свалок, как на Красноярском рабочем, им ничего не будет. Однако юристы уверяют, это не так. Складирование мусора в неположенном месте – административное правонарушение. Штраф для физических лиц – до 10 тысяч рублей, для юридических – до 200. На сегодняшний день свалку вновь ликвидировали силами регионального оператора. Виктор Бородин, Илья Сенкевич, Седьмой канал. А сразу после новостей смотрите программу «20 вопросов Путину». Президент говорит о самом важном – о внешней политике, большом и малом бизнесе и о поддержке молодежи. А уже через 8 минут в эфире нашего канала «Популярная наука». Сегодня говорим о локальной истории. И как изучение прошлого своей семьи и города помогает нам лучше узнать себя. Об этом расскажет историк Алексавин. Не пропустите. И теперь информация о погоде. В пятницу 20 марта в Красноярске облачно, небольшой снег. Ветер юго-западный 6 метров в секунду. Атмосферное давление 733 миллиметра ртутного столба. Ночью минус 4 градуса, днем потеплеет до плюс 5. И к этой минуте у нас все сообщения. Если у вас есть свои новости, звоните в нашу редакцию по телефону 2-900-333. Присылайте фото, видео и текстовые сообщения на наши вайбер и ватсап. Номер телефона, напомню, 8-391-2900-333. А также следите за нами в социальных сетях. В студии для вас работал Илья Филонов. Спасибо, что эти 30 минут вы провели с нами. Удачи! Продолжение следует...